Со словословием Отдай сегодня Богу жертву хвалы Вот то, что мы сейчас будем петь Прими жертву мою На колени становлюсь Бог мой, ты все для меня Ты жизнь моя Давайте прославлять Господа Благодарить Его за все, что Он сделал для нас Благодарить Его за все милости Его Которые Он посылает И за этот обильный дождь Которую Он посылал на эту землю И чтобы этот дождь благодати И Святого Духа Он сошел на нас сегодня Вы можете сказать аминь Давайте искать лица Его В пении, в музыке, в прославлении В молитве Во всем, что будет происходить здесь Поклоняться нашему Богу Субтитры создавал DimaTorzok Я на колени становлюсь Бог мой, ты все для меня Жизнь, что растет тебя Добра для меня всегда Ты любовь, что держит нас Ждем, что славит тебя Вот я здесь, что славит тебя Всем, что я есть Всем, что я есть Славит тебя Поклоняюсь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вечно буду славить Тебя 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 Вечно буду славить Тебя Here I am Буду славить Буду славить Буду славить Буду славить Буду славить Тебя Вечно буду славить Буду славить Тебя Вечно буду славить Буду славить Буду славить Буду славить Господь, мы поклоняемся Тебю, Иисус Мы величаем Твое имя, святое Великий jakiś могущий Бог! Слава Тебе, Иисус, на этом месте! Слава Тебе, величие! Слава Тебе, хвала, поклонение! Мы величаем Тебя, мы славословим Твое имя! Аллилуйя Тебе, Святой наш, Бог наш! Аллилуйя Тебе, мы превосносим Твое имя! Выше всех имен, слава Тебе! О, Иисус, прими нашу хвалу в это утро, прими нашу славу, Иисус! Аллилуйя Тебе, Ты достоин всей хвалы, Ты достоин всей славы, Ты достоин поклонения, Ты достоин величия, славы и державы! Мы благословляем Твое имя! Свят, Свят Господь, Савалов! Свято Твое имя, Святое! И мы величаем Тебя, Иисус! Свят, 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 Святуй, В июне Тебя! Ты – ящик солнца свет, Ты – место святой любви. Нет, знаю другого нет, Есть, знаешь, только Ты. Свят Господь, Свят Господь, Славит Господь на земля. Свят Господь, Свят Господь, Славит горы и моря. Свят Господь, Свят Господь, Все преклонится пред Ним. Свят Господь, Свят Господь, Свят Господь, Свят Господь нашей логии. Свят Господь, Свят Господь, Свят Господь. 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 Свят Господь, Свят Господь, Все преклонятся пред Ним. Святый Господь, Святый Господь, Святый Господь нашей лови. Ты — жизнь и со мной любовь, Ты — артист, проливший кровь, Ты — славный Спаситель мой, Иисус, Ты — мой Господь живой. Святый Господь, Святый Господь, Слави Господа земля! Святый Господь, Святый Господь, Слави вся вселенная! Святый Господь, Святый Господь, Все преклонятся в религии! Святый Господь, Святый Господь, Святый Господь нашей лови! Святый Господь, Святый Господь, Святый Господь, Святый Господь и Слави мой! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь обещал послать потоки благодати на землю И мы сейчас живем как раз в это время, когда благодать Божия действует И здесь присутствует Господь Духом Своим Святым И мы, вы знаете, мы соединяемся с Богом Мы прекрасно понимаем, что когда Господь приходит То совершаются очень большие вещи, чудеса совершаются Господь укрепляет, Господь исцеляет Братья и сестры, здесь Господь на этом месте Мы будем молиться, мы будем приходить к Богу Мы будем взывать, чтобы Божья благодать трудилась здесь на этом месте Аллилуйя, достоин славы наш Бог, достоин хвалы И когда возносится хвала, когда возносится благодарность Господу Вы знаете, Он приходит и Он отвечает на молитву Аллилуйя, давайте мы поблагодарим Его Аллилуйя, слава Тебе, Господь Слава Тебе, Бог наш, Аллилуйя, слава Тебе Мы благодарим Тебя за Твое обетование, мы благодарим Тебя за Твое обещание. Ты обещал прийти, Господь, Аллилуйя, и своим посредним дождем, Господь, поздним дождем пролить благодатью на землю, Аллилуйя, слава Тебе. И мы здесь на этом месте, Господь, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Аллилуйя, за Дух Твой седой. Мы славим Тебя, превозносим то, что Ты здесь на этом месте, Аллилуйя, слава Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты в нашей жизни, Господь, действовал, в нашей жизни являлся, в нашей жизни исцелял, Господь, слава Тебе. Ты выходил навстречу, Ты укреплял нас, и Ты, Господь, сейчас здесь, на этом месте. Хвала Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе. Благодатью Своей. Духом Твоем Святым, Господь, касайся. Духом Твоем, совершай работу, Господь, слава Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы благодарим Тебя. Мы превозносим Тебя, наш всемогущий Бог, на Мерегата Хисана. Аллилуйя! Действуй, Господь! Хвала Тебя и слава Тебе, Бог наш! Благодарим Тебя и славим Тебя. Господь, благодарим Тебя. Мы превозносим Тебя за то, что Ты пришел сюда. Пришел сюда для того, чтобы поднимать, для того, чтобы врачевать. Аллилуйя! Слава Тебе! Для того, чтобы мы могли напиться, Господь, этой живой воды. Хвала Тебе! Хвала Тебе и слава! Братья и сестры, давайте мы еще одну молитву произведем. Обычно мы спрашиваем, у кого какая нужда. Давайте мы все вместе. Вот если у вас что-то болит где-то внутри, вот положите руку свою. Или на больное место, или, может быть, как-то неудобно ложить, но на сердце положите, да? И давайте мы помолимся нашему Господу, чтобы Он провел свою работу и физическое исцеление послал в наши тела. Аминь! Положите руки, будем молиться. Господь наш! Армалех лер фарагеллоис. Керманагелавирасан армалнадараглаис. Ты, Бог, целитель наш. Аллилуйя, ламиратайис. Ты, Бог, всемогущий. Карманагетарис. Ты сотворил нас, Господь. И знаешь, как организм должен работать. И мы именем Иисуса, армалагетарис, провозглашаем Твою победу. Господь, совершай свою работу. Исцеляй во имя Иисуса, армалагетарис. Ранами Твоими мы исцелились, Господь. Мы благодарим Тебя и славим Тебя. Аллилуйя, ламиратайис. Аллилуйя, ламиратайис. Бог наш и пастырь наш, керамелис. Веди нас и благословляй, керамелис. Бог наш, керамелис. Будь прославлен. Будь превознесен, Творец. В нашей жизни, в нашем служении Тебе, армалагетарис. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Господи, за те много раз, когда ты приходил затем много-много раз когда ты помогал когда ты выводил когда ты охрану ставил когда ты исцелял наш аллилуйя слава тебе слава тебе ты живой бог и ты здесь на этом месте господь продолжать свою работу тебе слава тебе хвала будь прославлен аминь достойно друзья присаживайтесь сейчас будет служение хором а Он царь, он царь, склоняется пред тобой, И в суши боль, Он царь, он царь. Воззять и прав, мой Господь, на престоле сердца Я сделаю, что хочешь ты. Воззять и прав, мой Господь, на престоле сердца Я сделаю, что хочешь ты. Воззять и прав, мой Господь, на престоле сердца Я сделаю, что хочешь ты. Воззять и прав, мой Господь, на престоле сердца Я сделаю, что хочешь ты. Воззять и прав, мой Господь, на престоле сердца Я перед тобой. О, как безгранична твоя власть, О, как велика Бог твоя слава. О, как безгранична твоя власть, О, как велика Бог твоя слава. О, как безгранична твоя власть, О, как велика Бог твоя слава. О, как безгранична твоя власть, О, как велика Бог твоя слава. О, как безгранична твоя власть, О, как безгранична твоя власть, О, как велика Бог твоя слава. О, как велика Господь, О, как велика Бог твоя слава. О, как велика Господь, О, как велика Господь, О, как велика Господь, О, как велика Бог твоя слава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Глубока Твоя любовь И прощение наш покров И наш цель, и наш покой Упование Бог святой Твоя милость и игра Твоя правда высока Твоя сильная рука Нас ведет издалека Дух святой, дорогой Драгоценный Дух святой Наполняй сердцем Славою Отца Дух святой, дорогой Драгоценный Дух святой Воспещай и веди за собой Драгоценный Дух святой Драгоценный Дух святой Твоя милость и игра Твоя правда высока Твоя сильная рука Нас ведет издалека Дух святой, дорогой Драгоценный Дух святой Наполняй сердцем Славою Отца Дух святой, дорогой Драгоценный Дух святой Воспещай и веди за собой Друг святой, дорогой Драгоценный Дух святой Наполняй сердцем Славою Отца Друг святой, дорогой Драгоценный Дух святой Воспещай и веди за собой За собой За собой Я хотел бы прочитать одно место Священного Писания Мы помолимся Это будет Плач Еремии 3 глава 25 стих Плач Еремии 3 глава 25 стих Здесь написано так Откройте, если у вас есть Библия вместе со мной Здесь написано Благ Господь к надеющимся на Него К душе и ищущей Его Речь идет о том, что положительные слова Но я хотел бы сказать немножко о смысле этих слов Потому что по-русски благ Ну что такое благ? Как это можно понять? И на английский перевод Обратите внимание Вот у нас на экране сейчас написано Что Господь Он Good То есть Добрый Добрый И вот современный перевод Русский язык так и говорит Вот послушайте Господь к тем добр Кто ждет Его Обратите внимание Господь добр к тем Кто ждет Его Господь к тем добр Кто ищет Его Оказывается, братья и сестры Господь добр Но вот эта доброта Она проявляется Или благость Она проявляется К тем людям Которые уповают на Него Которые надеются на Него В Соединенных Штатах У нас очень хорошо развита медицина Очень хорошо Знаете Если у вас что-то там откажет Вдруг То вас спасут И даже вот Есть такая Как бы рекомендация Для специальных учреждений Которые, знаете, за бабушками Вот когда человек уже В старшем возрасте Уже не может за собой ухаживать И ему нужен 24 часа в сутки Как бы Ну присмотр такой Еще человек может Как бы Сам жить Ну чуть-чуть вот покормить И вот так вот присмотреть Assisted living называется В разных штатах по-разному Family home может быть Но для того, чтобы Вот по таким присмотрам Находились То рекомендация К постройщикам К застройщикам Такая, чтобы Две мили от госпиталя были Почему две мили от госпиталя Чтобы быстрее Скорая доехала Или человека туда Быстрее отвезти То есть То есть Фактически Ставится даже Положение Вот этого здания С критическими Такими вот людьми Которые нуждаются В такой помощи И она когда-нибудь Все равно понадобится Надежда на госпиталь То есть Чем ближе госпиталь Тем лучше Больше вероятность Что Человек выживет Или ему окажут Помощь необходимую Да Потому что может Сердце остановится Может еще что-то Братья и сестры Но здесь Писание говорит Те, которые Надеются На что Не на медицину Но Надеются на господа К ним Приходит помощь То есть Господь Проявляет Эту свою благость Знаете У меня Такая интересная История была С сыном Он машину Там В общем Смотрел Что надо поменять И мы Вот он Начали Менять Тайминг бэлт И вот В машине Все сделали Вроде Я говорю Ну как Соберешь Все Без проблем 18 лет Конечно Без проблем Ну хорошо Давай И вот он А я В принципе Готов был помочь Все сам Хорошо И получилось так Что когда он Тайминг бэлт стал Чуть-чуть На один зубчик Чуть-чуть сместилось Он едет Он там газует А он не едет Так Как должно Как раньше Вы знаете Вот то же самое Что-то И потом Он пришел Слушай Что-то не то Ну давай Сделаем Давай Мы опять Померили Все наладили Все сделали Но интересно Что Я так подумал Думаю Господи Как часто В нашей жизни Мы Первым делом Мы решаем Я сам Я сам Мы даже Не вспоминаем Что Господь Нам может Помочь Дать мудрость Подсказать Исцелить В конце концов Первое Что мы Обращаемся К медицине Первое Что мы Обращаемся Я Я смогу Я сам Я Я в конце концов Грамотный Или нет И когда Возникает Проблема Тогда мы Вспоминаем Уже Когда проблема Настолько Зашла В глубокую Как бы В яму Такую В трудности Когда возникли Мы тогда Вспоминаем О Господе Так вот Я думаю Что Иереми Он знал Вот этот секрет И он говорит Вы знаете Что Те которые Надеются Вот каждый день В маленьких Вещах В больших вещах Те которые Надеются На него К тем он Благ К тем он Добр Мы сказали Вот на В современном Переводе Да То есть он Проявляет Эту доброту К тем людям Которые Надеются На него Тем более К человеку Который Ищет его Стремиться К нему Он просто Эту доброту Проявляет Чаще Чем к тому Который Который Редко Спрашивает Понимаете Да Человек Который Ищет Спрашивает Полагается На него Он проявляет Эту доброту И это Становится Свидетельством К нам Мы помолимся Братья и сестры Будем молиться Еще за нужды Вы знаете Хотя мы молились За исцеление За то чтобы Господь коснулся Но у нас Есть еще и другие нужды Вы знаете Нельзя Не упомянуть Об Украине О той ситуации Которая там Сердце наше болит И большое горе Там люди погибают Жилье разрушается Мы будем молиться Чтобы Господь Он просто пришел Знаете Милость свою явил Чтобы мир был На той земле Мы помолимся Будем Ходотайствовать Пред Богом Есть некоторые Братья и сестры Может их нету Среди нас Но они болеют Они нуждаются В укреплении Божьем Они нуждаются В Божьем прикосновении К ихнему телу Кто-то Кашляет Кто-то Просто слаб Физически Мы будем молиться Есть у нас Братья и сестры Такие В преклонном Уважаемом В возрасте Мы помолимся Чтобы Господь Их укрепил И благословил Сейчас время отпусков Некоторых наших Семей нету Они в отъезде Мы помолимся Чтобы Господь Их благословил В дороге Ну и конечно же Таркистов наших Чтобы Господь Хранил и благословлял Если у вас есть нужды Можете сказать Мы еще помолимся За них Ну не только зародилась А выросла Слава Богу Мы поблагодарим Бога Что Господь ее благословлял Вел Хранил Мы попросим Чтобы Господь благословил Вы знаете Вот Не только за Кристину За всех именинников Кто будет праздновать День рождения На этой неделе Их несколько человек Мы я думаю Что мы всем сердцем Вот с ними Пусть Господь Их благословит Укрепит Ведет их своим путем Даст хорошее здоровье Вот у нас на экране На нашем Девять человек Которые будут праздновать День рождения Пусть Господь Их благословит Мы помолимся Также за них Еще друзья Есть нужды? Давайте мы встанем Господь наш Мы благодарим Тебя За то что Милостицей свою являешь И Ты показываешь нам Секреты Господь Как мы можем видеть В нашей жизни Больше Твоих действий Господь Ты говоришь Что благ Ты К надеющимся на Тебя Господь Тот который надеется Тот который уповает Тот который Господи Ищет Тебя К тому Ты проявляешь Доброту свою К тому Ты отвечаешь Господь Мы дети Твои Творец мой Благослови нас Чтобы мы Уповали на Тебя Надеялись на Тебя Прибегали к Тебе Господи Делились Всем что у нас есть на сердце Господи И Ты видишь Господи Наши переживания За Украину Господь За ту ситуацию Которая там происходит За войну Господи За кровопролитие Творец мой Мы просим Тебя Отец Во имя Иисуса Христа Пусть Твой мир Придет на ту землю Пусть остановятся Господи Военные действия Пусть Господи Остановится Вот это разрушение Домов Господь Мы ходатайствуем При Твоем лицом Господь Во имя Иисуса Христа Просим Тебя Отец И мы знаем Что в Твоих руках Господи Судьба человека В Твоих руках Господи Сердце Царя Ты можешь Господь Ты способен Повлиять на ситуацию Господь Соверши это Мы также молимся Господь За наших именинников Благослови Господь Укрепи Кристину Благослови Мать просит Господь мой Мы рады за нее Что еще один день рождения Господь Пусть Твоя рука И Твое благословение Будет на ней Твое присутствие Будет с ней Господь Благослови Благослови Господи Тех которые нуждаются В Твоем прикосновении Наших сестры Братьев Преклонном возрасте Укрепи Господь Благослови Тех кто болен Исцели Господь Мы просим Тебя Во имя Иисуса Христа Отче Тех которые С отпуска въедут Или в отпуск Или Господь Наших тракистов Благослови И храни Господь Мы также Ходотайстве Притуем лицом Бог мой Пусть Твоя рука Будет на них Благослови Творец И будь прославлен В нашей служении В нашей жизни Господь Тебе слава и хвала Спаситель наш Бог Отец Сын Дух Святой Аминь Аминь Слава нашему Господу Друзья Мы будем петь Общим пением Псалом И поучаствуем В добровольном Пожертвовании На нужды церкви Слава нашему Господу Друзья Будем петь Общим пением Словом Жизни Господи Оживи Меня Слава нашему Господу Слава нашему Господу Слава нашему Господу Слава нашему Господу Верой полагаю Я всецело на Тебя Иисус 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 Отец 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 Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Прошу Приди Смиренные Сердца О Прошу Покрой Меня Теплом Любви Отца Удали сомнения И всякий Грех и страх Он Наполни Сердцу Освященных небеса Иисус 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 я хочу с тобой ты освобождаешь и даешь душе покой святостью окружишь и осветишь будь зимой царствовать на небе буду вечная с тобой Иисус! 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 Отец! 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 Дух святой! Дух святой! Дух святой! Иисус! 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 Иисус Я хочу открыть вам один замысел. Это не секрет, что средний возраст второго потока намного моложе, чем наших друзей с первого потока. Что бы это означало? Это не очень хорошая новость, но это факт. Дьявол ставит большую ставку на молодое поколение. И это не секрет, что молодое поколение, оно очень важно для нашего Господа. И потому, как для более молодого поколения для вас необходимы правильные знания, правильное понимание и как правильно его применять в жизни. Готовы? Открываем Евангелие от Матфея. Это будет 13 глава 47 стиха. И еще, подобно Царство Небесное Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Который, когда наполнился, вытащили на берег и сел, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, когда изойдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И ввергнут их в печь огненную, там будет плачь и скрежет зубов. И, пожалуйста, следующий стих. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят Ему, так, Господи. И это наше центральное место, к которому мы сегодня вернемся. А нашу с вами сегодня беседу вместе с сестрой Олей, которая трудится в этом, да благословит ее также, Господь. Мы назовем Божьи водопады или подчинись законам Божьим. И это будет центральное мнение нашего месседжения сегодня. Это называемое «Божьи водопады» и также «Подчинись законам Божьим». На первый взгляд кажется, что между нашей темой, которой мы будем беседовать, и тем, что мы прочитали, нет особой связи. Но это немножко впереди. Как-то два года назад, находясь в штате Арканзас, меня пригласили посетить одну property, которая была 100 acres, и она имела статус hunting property, то есть земля для охоты. Ну, расчет, скорее всего, делался на меня, потому что у нас почти все сыновья охотники, даже у нашей Бетти на счету уже несколько оленей. Ну, пройтись, это знаете, точнее все, пройтись, посмотреть, интересно. И вот, проходя в одном месте, наступая на землю, я увидел, что при каждом моем шаге, когда я наступал, из-под моей обуви выступала вода. И мне объяснили, что вот в этой местности, вот здесь, начинает течь родник. Он так незаметно, из-под земли начинает, и немножко дальше мы увидели, что уже маленький родничок, как маленькая речка уже текла. Немножечко дальше мы увидели, что уже была закопана такая большая труба, чтобы машины, чтобы можно было переезжать. И уже еще немножко дальше мы увидели уже такой небольшой pond. И, конечно, это служило очень таким важным источником для зверей, которые приходили и пили воду там. Ну, этот родник, он не останавливался, потому что эта маленькая зеркона наполнялась, и он продолжал течь дальше. И если посмотреть уже типичные картины для таких родничков, для таких маленьких речушек, то мы увидим, постепенно эта речка, она увеличивается в своих размерах. И больше и больше родников присоединяется к этой речушке, и река становится крупнее по своим размерам. И вот уже, проходя дальше, река на своем пути, и что-то случается с этой речкой. И поэтому, когда она исчезает, она исчезает. Она исчезает. В прямом смысле, вы ее больше не видите. Но вы можете слышать шум. Но вы можете слышать шум. И мы сейчас с вами прочитаем полстиха. Это записано в 41-м псалме, восьмой стих. And we're going to read a part of a verse, which is found in chapter 41, or, I'm sorry, psalm 41, verse 8. Бездна бездну призывает голосов водопадов твоих. Deep calls to deep at the sound of your waterfalls. И я уверен, что все вы, было у вас такое время в жизни, когда вы видели водопады, маленькие, средние, большие. I'm assured that at any point in your life you have seen waterfalls, whether they be small, bigger, or really big ones. Я попрошу наших операторов, пожалуйста, покажите эту первую фотографию. And I will ask our operators to please turn on a picture of this first waterfall. Это водопад в Орегоне, и вы можете посмотреть, какая большая высота, какая красота. This waterfall is in Oregon, and you could see just how big and how beautiful it is. Вы можете перейти к следующей фотографии. You can go to the next picture. Это уже немножко покрупнее. And here is an even bigger one. И вы можете обратить внимание, что на дне, куда вода падает, стоит такой водяной туман. And you can center your attention to the bottom of the picture, where you see that where the water comes down, there is a mist. Можно следующую, пожалуйста. And next one. Вот еще одна. И это можно очень хорошо наблюдать. И еще следующую, на которой немножко можно задержаться. And then another one, where we are going to center some attention. Это Ниагарский водопад, очень известный. This is a very famous waterfall called Niagara Falls. Потому что шум от этой падающей воды, он слышит, слышен на огромное расстояние. Я не помню сейчас, но очень далеко слышен этот шум падающей воды. И как вы видите, что какое-то время, что течет река, подходит к определенному месту, у которого ей уже как бы по-человечески, как сказать, я не хочу падать, я хочу остановиться. Я хочу в другую, может быть, сторону потечь. Но нет. Приходит этот момент, когда под силой тяжести этим Божьим законом, который Бог заложил, эта масса воды обрушивается вниз. And there comes a time where the river is flowing, but there comes a time where under the weight of the pressure of the water, it begins to fall downward. И это благодаря тому Божьему закону, который есть сила притяжения. And it is all due to God's law, which is the law of gravity. Я знаю, что многие из нас очень хорошо знают этот закон, потому что шел-шел, упал, да? И что-то случается, некоторые из нас могут даже в госпиталь попасть. Значит, надо и в госпитале побывать. И вот структура этого водопада, когда эти массы, огромная масса воды обрушивается, и если мы обратим немножко в деталях, эта вода, она превращается в маленькие капельки, потому что падая, она ударяется об камни, она разбивается, эти капельки опять ударяются, и это превращается в такой водяной туман. И очень многие люди специально планируют свои отпуска, чтобы поехать, посмотреть, послушать, насладиться этим зрелищем. And many people plan their vacations to go to see this waterfall, to listen to it, and to enjoy the spectacular views of it. И а что же дальше? Дальше получается, что эта вода, упавшая вниз, она продолжает течь. На своем пути она встречает похожую реку, о которой сказано, что бездна-бездну призывает голоса водопадов твоих. And so the water continues to flow downward, because as the scripture says, the deep calls into deep. Но а что же кроме того прекрасного, что мы можем видеть и слышать? But what is more beautiful than what we can hear and we can see? Знаете, Бог, Он велик в своей премудрости. God is great in His wisdom. Оказывается, что вот этот процесс, который очень касается и горных рек, и водопадов, он играет, он имеет очень большое значение. So the same law that applies to the waterfalls, and waterfalls in the mountains also has a spiritual meaning. It's not really a spiritual для этой жизни. It is important for this life. Эта вода на своем пути, с верхнего уровня до нижнего, на том пути, когда она встречается и разбивается на эти маленькие крошечки. So when the water falls from a great distance, and it breaks into very tiny particles, происходит очень важный процесс. Then a very important process takes place. Эта вода смешивается с большим количеством кислорода. И пройдя этот путь от родника, через эти камни, через эти водопады, уже в нижнем уровне, это насыщенная кислородом вода. And as this water flows downward through rocks, by the time it flows all the way down, it is then a very oxygen rich source. И вот уже на своем пути несколько рек, с нескольких ущелий, они вытекают, и они вместе соединяются в огромную реку, вода которой имеет очень-очень высокое качество. Это очень важно для морских растений, это очень важно для рыбы и для всех обитателей морской среды. It is very important for sea life, for fish, and everything that dwells in the sea. И не только для тех, которые живут в море. И не только для тех, которые живут в море. А что же дальше происходит? And then what happens further? А дальше происходит то, что мы с вами прочитали. И... And then what happens is what we had read about earlier. И выходят в море корабли. And ships come into sea. И закидывают невод. And they cast their nets. А такой вопрос, все ли у нас в зале понимают, что такое невод? Here's a question. Does everybody in the audience understand what a net is? Это огромных размеров сетка, которую закидывают. Я спрашиваю, потому что дети, может быть, не совсем понимают это. It's a very big net that is used for fishing. I ask, because not many, maybe not many kids understand what it is. И вот этот невод, сказано, он закинутый. And so this net is cast. И когда он наполнился. And when it is filled. Его вытягивает. It was pulled up. В притчах, которые сказал Христос, невозможно все объяснять. Вот буква в букву, на то она и есть притча. And in the parables that Jesus had said, you can't really explain everything word for word, because then it is such a proverb. Но мы прекрасно понимаем смысл, потому что когда Христос спросил, вы поняли? Они сказали, да, Господи. But we also understand the meaning, because when Jesus asked, and he said, do you understand? The answer was yes, Lord. Рыбная ловля был один из главных бизнесов того времени и той местности. И ученики, и многие рыбаки, которые слушали, очень хорошо понимали. Я думаю, это мое мнение, что о Царстве Небесном они еще не совсем хорошо додумались и поняли, но о том, что его окружали и как ловят рыбу, они очень хорошо понимали. My opinion is that they maybe not, did not have the greatest understanding about the kingdom of God, but everything that regarded fishing, they understood very well. Они, представьте чувство рыбака, когда он чувствует, что Небес наполняется рыбой. And can you imagine the feeling of the fisherman when he feels that his net is full of fish? Для него это означало все. And it meant everything for him. Его семья будет накормлена. His family would be fed. Он сможет хорошую десятину отнести в храм. He's going to be able to give a good tithe to the temple. Он сможет купить хорошие подарки жене и детям. He's going to be able to buy good presents for his wife and children. Он сможет поправить жилье свое. He may be able to fix his house. И вот это чувство их наполняло, и они прекрасно понимали, что такое хороший улов и хорошая рыба. И вот мы с вами подошли к такому моменту, что мы имеем право спросить и задать вопрос. Если там была хорошая рыба, значит там была хорошая вода. Но там была и не совсем хорошая рыба, которая сказано, что ее выбросили. И вот эти примеры, которые мы сегодня с вами прочитали, о том, что вода падая вниз, она перемешивается и обогащается с этим огромным количеством кислорода. И мы понимаем, что в Царстве Небесном есть не только рыба с этой притчей. Мы понимаем, что есть корабли, есть этот невод, есть те, которые заботились об этом неводе, есть те, которые строили вот эти корабли. Апостол Павел пишет, мы, вы, сработники у Бога. И это ставит нас в очень ответственное положение. И этот жизненный процесс. И этот процесс, по которому эта речка от родника попала в это море. И это качество воды, и этот необходимый кислород, который был обеспечен для этой рыбы. И как результат мы видим, что хорошая рыба, которая наполнила этот невод для Царства Небесного. И это есть цель. И вот этот процесс, который, как мы сегодня уже сказали, я скажу, он у каждого в вас жизнью. Мы все проходим через этот процесс. Если мы в соработнике у Бога и находимся в Церкви Господней, мы обязательно проходим этот процесс. Это Божий план, чтобы каждый из нас, он в своей жизни взял этот кислород, то есть эту жизненную, эту жизнь, и показал ее другим. Это есть тот процесс, на который нас сегодня Господь спланировал очень и очень давно. Это тот же процесс, который Бог нам предоставил долго, долго назад. Вы знаете, случается разговаривать с людьми разного возраста. И, конечно, судя по возрасту, когда разговаривая с пожилыми, со старыми людьми, ты чувствуешь, что его жизнь, его слова, они богаты этим кислородом. Мы говорим о людьми, которые придерживаются здравого учения. И, как я уже сказал, что наш возраст, это немножко моложе, и потому для всех вас необходимо получить этот жизненный опыт. И есть то время, когда мы с вами подходим к этому краю. Это может быть разный возраст. Это может быть разный возраст. Но это те обстоятельства жизни, которые погружают в нас, что до всего времени мы не проходили их. Это падение под Божьим законом, под силою тяжести. И в нашей жизни происходят разные ситуации, разные обстоятельства. И мы, подобно как эта вода, разбиваемся на маленькие капельки. Может быть, кому-то со стороны и хорошо смотреть, но мы чувствуем себя не очень удобно. Но до того времени, когда мы, вы, получаем этот жизненный опыт, обогащаемся этим кислородом, берем эти теоретические знания и применяем их в жизни, и смотрим, как оно работает, и набираемся жизненного опыта. И это есть цель Божья. И приходит тот момент, когда мы встречаем людей, подобных себе. Это как написано, бездна-бездна, призывает голосом водопадов твоих. Эти две речки, потом третья, четвертая, они соединяются уже в большую реку, но эта вода уже имеет в себе жизнь. Эти похожие речки соединяются. Они не соединяются с теми, которые были выше, которые бедны на этом кислороде, в которых, может быть, там жабы, лягушки, или еще что-нибудь. Так и у нас в жизни происходит. Бог, который провел нас через определенные трудные условия, ситуации, Он ставит нас дальше. Но, имея эту жизнь, имея эту опыт, имея это познание о Боге, мы можем идти дальше и давать это другим людям. Проходя таким путем и воспринимая это от Бога, эти уроки, Никогда не попадете в депрессию. Ты всегда будешь на передовой. Где бы ты ни был. И приходит то время, когда человек чувствует, что он вместе с Богом, что он соработник у Бога. И это прекрасное чувство. Что бы это ни было бы, может быть, это труд, может, это болезнь, может, это трудные ситуации, но это чувство, оно превосходит все это. Люди привыкли сегодня искать прибыли. Люди сегодня очень привыкли к искать прибыль, или прибыли. Ну, вот с этих ситуаций, я скажу вам, извлекай прибыль из того, что ты попал. Но в этих ситуациях, я бы сказал, чтобы вы, чтобы вы сможете экстрактировать прибыль из ситуации, в которой вы были поставлены. С любой ситуацией, в которую Бог тебя поставил, через которую Он тебя проводит, нужно и нужно извлечь пользу. From any circumstance that God has put you into, you are able to, and you should extract a specific source of wealth. Потому что придет время. Because time will come. И выйдут эти корабли в море. And these ships will come out to sea. И будут закинуты эти неводы. And they will throw out these nets. И что будет в этом неводе? And what's going to be caught in these nets. И мы видим, что необходима эта хорошая рыба, которой нужна хорошая вода и большое количество кислорода. And we see that good fish requires good water that has a rich source of oxygen. Это здравое учение. Это опыт жизни. Это те необходимые советы, которые сегодня люди нуждаются. И ты тот, кто сегодня вместе с Богом, вместе с Его ангелами являешься соработником в Царстве Небесном. И если сегодня каждый из нас серьезно поразмыслит и осмыслит это. И посмотря немножко на пройденный путь. Я уверен, многие скажут, что Господи, я благодарю Тебя, что Ты провел меня через эти обстоятельства. Потому что рядом это может быть семья, могут быть дети, внуки, друзья, соработники. Это будут те люди, которые сегодня нуждаются в этом вопросе спасения. И ты тот, которого Бог поставил. Ты тот, которого Бог обогатил этим кислородом. Ты тот, который прошел эти трудные обстоятельства. И ты тот, которого Бог использует. И придет время, когда выйдут эти ангелы. И они, как написано, севшие, и отберут эту рыбу. И Христос спросил, вы поняли? Они говорят, да, Господи. И потому для нас сегодня, я уверен, что мы уже многое понимаем. Но сегодня от каждого из нас требуется эта ответственность. Где бы ты ни находился. В траке. Работая где-то на стройке. Может быть, в других коллективах. Сегодня очень большие размеры этого людского моря, людского океана. И сегодня многие люди, они не понимают, что такое Царство Божие и чего Бог требует от нас. Молодые люди встречаются, и один молодой человек старается сделать правильные шаги, другие с него насмехаются. И они все говорят, мы все верим в Бога. Но кто имеет добрую совесть? Это другой очень важный вопрос, который сегодня зависит от того, насколько ты сегодня обогащен этим опытом. Насколько ты обогащен этим кислородом. И вот этот молодой человек, он сейчас стоит, и его миссия, чтобы засвидетельствовать, рассказать этим молодым людям, что не то, что он говорит, что я верю в Бога, но сегодня есть то, что сегодня требует Господь. И это главная разница сегодня между всеми, кто держит Библию в руках, кто говорит, я хожу в церковь, кто говорит, я верю в Бога. Добрую ли совесть ты имеешь? И это есть сегодня с вами наша миссия на этой земле. Мы сегодня сходим в церковь, мы слышим Слово Божье, мы учимся. А скажите, а кто из нас, например, хотел бы, ну, в пятом классе, например, но оставаться на второй год, на третий? Кто бы из нас хотел оставаться? Но, к сожалению, это случается, что в духовной жизни мы почему-то останавливаемся. Позволь Божьим законам работать в твоей жизни. Позволь тому Божьему притяжению сбросить тебя с этой скалы. И ты обогатишься этим кислородом. И ты зальешься с себе подобными. И ты приобретешь масштабы. И ты получишь то, что сегодня определено Богом. Это церковь Господня, это сила, это Царство Небесное. И ты будешь видеть результат. И эта хорошая рыба попадает в это днево. И это есть то благословение, которым ты сможешь оплатить все свои долги. Потому что соработнику Бога, и Бог позаботится об этом. Ты сможешь сделать самое все нужное, необходимое. И в своем доме, и в семье, и в Церкви Господней. И ты обновишься в жизни. И придет радость в твою жизнь. И прийдет радость в твою жизнь. Потому что ты почувствуешь, что ты нужен для Царства Божия. Бог употребляет тебя. Потому что ты чувствуешь, что ты нужен для Царства Божия. И я думаю, что каждый из вас имеет очень много в своей памяти, над чем можно поразмыслить. И мы сейчас будем приходить к молитве. И желание то, чтобы мы все пошли в собрание, помнили, что есть эти Божьи водопады в нашей жизни. И в данном случае это была сила притяжения, которая сбрасывала эти огромные массы воды. Но в результате мы с вами получали этот жизненный опыт. Эту радость во Христе Иисусе. Этот христианский опыт. И потому в этих лидерах сегодня нуждается Господь. И потому сейчас, приходя к Господу в молитве, и выслушав этот еще один стих, который записан Римлянам в 11 главе, 33 стих, О, бездна, богатства и премудрости и ведения Божьи, как непостижимы судьбы Его, и как неисследимы пути Его. О, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and unfathomable His ways. Бог на нашей стороне. God is on our side. А мы у Него соработники. And we are His co-workers. И мы сейчас, ставши на наши колени, помолимся нашему Господу. Аминь. Благослови нас, Господь и Бог. Аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, за это время, в которое мы живем. Мы благодарим Тебя, Господь, за слово Твое, которое касается нас, оживляет нас, подходит к тому моменту, чтобы мы поразмыслили, задумали, Господь, взвесили свои ценности в жизни, что у нас на первом месте, а что у нас на последнем месте, Господь. И сегодня мы те, которые находимся в Церкви Господней, мы сегодня благословляем молодое поколение, Господь. Мы желаем, чтобы и они также приобрели этот опыт жизни, чтобы они сегодня извлекали эту пользу со всех трудных обстоятельств, которые они проходили, Господь, чувствуя себя и находясь соработниками у Тебя, Господь, обогащая их жизнь этим кислородом, этой силой Божьей, Господь, Духом Святым, чтобы сегодня они, разговаривая, беседуя, проводя свой образ жизни, чтобы это сегодня создавало эту благоприятную почву, чтобы эта рыба, чтобы эти люди, слыша слова, они возрастали, укреплялись, и как по притче Иисуса Христа, чтобы эта рыба попадала в этот небо Царствия Небесного, Господь. Чтобы сегодня мы, соработники у Тебя, Господь, чтобы мы сегодня были те, которые не боялись бы этих жизненных трудностей, которые бы сегодня подлагали надежду на Тебя, которые бы служили, поклонялись Тебе, Господь, в Духе и Истине, чтобы сегодня исполнялась Твоя воля, благая, угодная и совершенная. Потому что сейчас, как никогда, молодому поколению нужно ведение. Господь, нужны правильные знания, нужны правильные понимания, как Его выполнять в жизни, как Его применить в жизни, а применяя этот, Господь, будет этот добрый результат. И слава Тебе, Господь, и слава Тебе, благодарим Тебя, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится на Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. И в нашей жизни, Павел, как и на небе. Братья и сестры, присаживайтесь, у нас будут объявления. Друзья, у нас сегодня последний день месяца июля. Завтрашнего дня начинается август, уже подготавливаются дети к школе, да, все возвращаются с отпусков, и мы подготавливаемся к воскресной школе. Я хотел бы обратиться ко всем вам и пригласить тех, кто желает, тех, кто ревнует о служении в нашей церкви. Нам нужны учителя воскресной школы, нужны учителя, которые смогут заботиться, проводить уроки с детьми. Если у вас есть такое желание, то подойдите ко мне, к Алле Рукасуевой, отзовитесь. Нужны учителя воскресной школы. Мы начнем занятия с сентября месяца. Ну, а вот этот месяц – это процесс подготовки. Пожалуйста, подойдите, если вы желаете. Сегодня, друзья, молитвы сестер не будет. И сегодня вечером будет особое служение. На этой неделе, в конце недели, в Колорадо Спрингс приехала большая группа молодежи из Лексингтона, Кентакки. Примерно 90 человек у них в гостях, небольшую церковь. И они на пути обратно домой, они будут участвовать в нашем служении. Сегодня вечером, в 6 часов вечера, мы приглашаем молодежь, мы приглашаем всех, кто хочет. Пожалуйста, приходите на служение. Молодежь из Лексингтона будет проводить служение здесь, на этом месте. Да, пожалуйста, welcome. Пусть Господь благословит. Служение на неделе, друзья. В понедельник будет молодежная молитва, во вторник – церковная ревнительская молитва. И в среду начинается как бы разбор слов, продолжается разбор слов, который мы проводили. Мы как раз пришли, вы знаете, к очень интересному, очень интересному месту Священного Писания. Это Римлянам 8 глава, 1 стих. Вы знаете, для нас очень полезное место. Там написано, что нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, оказывается, можно служить по плоти, но по духу. Вот как по духу, как это можно понять. Вот над этим мы будем размышлять, беседовать. Вот как раз к очень хорошему месту мы пришли. Это будет среда, 7 часов. В пятницу, друзья, в пятницу у нас обычно молитвенное проходит, но в эту пятницу будет необычное очень служение. Мы помолимся, потому что в воскресенье у нас будет хлебопреломление. И в пятницу первое, в пятницу у нас будет знакомство с крещаемыми. Не 12 числа, но в эту пятницу у нас знакомство с крещаемыми будет. Только в членском формате, хотя все могут присутствовать, но кто-то говорит испытание, ну, может, и испытание, кому как, знаете, для вновь крещаемых. Ну, тем не менее, вы знаете, мы будем рады услышать о том, как Господь пришел, встретился вот с нашими братьями и сестрами, какую он работу провел, может, их познание Библии, как они укрепились в вере. То есть мы вот будем с ними знакомиться. Итак, в пятницу в 7 часов вечера приходите. В воскресенье особенно, особенно родственники, друзья, которые могут хорошее что-то сказать, засвидетельствовать. Знаете, у нас не так много людей в этом году будет принимать крещение, но я думаю, что в наших сердцах, вы знаете, вот такое вот лежит, чтобы их благословить. И в воскресенье на 9.30, 11.30 будет вечеря Господня, причастие. Крещение. Крещение будет 14 августа, через две недели. На Чатфилд-Лейк мы напишем направление, как ехать. Ну, это в обычном месте, в котором мы совершали крещение. Это будет 14 августа. 21 августа, через три недели, 21 августа будет церковный пикник. То есть это вся церковь с детьми, все приглашаются, без исключения. Это примерно район 94-я улица и Лоуэлта, вот между Шериданом и Ватсфордом, где-то в районе 94-я, на Большой парк, мы зарезервировали, у нас будет церковный пикник. Это 21 августа. Ну и через 8 недель у нас будет праздник Жатвы. 25 сентября, последнее воскресенье сентября, будет праздник Жатвы. Кажалось бы, сколько там, далеко-далеко еще, братья и сестры. 7 раз посетить воскресное служение, на 8 уже будет праздник Жатвы. Вот как хотите, так считайте. Время на самом деле быстро летит. До Крисмаса сколько, не знаю. 4,5 недели в месяц, посчитайте. Где-то 25 недель, я думаю. Ну хорошо, друзья. У нас есть желающие стать членами церкви. Есть? Да. Аня желает стать членами церкви. Сестра приехала с Мизури. Мы помолимся за нее. Хочет стать членом церкви, отпросилась с миром. У нас такой порядок, что это может быть не столько для сестры, сколько для всех. Порядок у нас такой, что если кто-то желает стать членом церкви, он заявляет на служение. Мы молимся за них. И потом этот человек или семья приходит на братский совет, мы знакомимся с ними и беседуем. И после этого мы их принимаем, благословляем, и они становятся членом церкви. То есть мы тогда помолимся за сестру Аню, мы познакомимся с ней на братском совете. У нас братский совет проходит во второе воскресенье месяца. То есть это второе воскресенье августа месяца. У нас будет братский совет, мы познакомимся с ней. и потом станет членом церкви. Если вы тоже заявили о том, чтобы быть членом церкви, приехали из другого города, с другой страны, то можете заявить, мы помолимся за вас, потом пригласим вас на членское, побеседуем с вами и удовлетворим вашу просьбу. Братья и сестры, пусть Господь вас благословит, давайте мы встанем, поблагодарим за это служение и закончим молитвой благодать. Господь, мы благодарим Тебя за это служение, Господь. Пусть Твоя присутствие будет с нами, Господь, когда мы уедем с этого места. Господь, пусть наше служение Тебе продолжается в наших сердцах, в наших семьях. Мы, Господь, благодарим Тебя и славим, благословим все служения на неделе, и пусть Твоя святая славится в наших семьях, в нашей жизни. Достоин Ты славы, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, наше служение закончилось. Пусть Господь вас благословит. Субтитры создавал DimaTorzok